МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь программа «Культ Просвет». Напомню, что после небольшого двухнедельного перерыва мы снова в студии и продолжаем наши прогулки по общему пространству в Латвии. Может быть, даже смотрим на мир шире. Пытаемся покинуть границы Латвии в период, когда из-за пандемии довольно тяжело путешествовать, особенно путешествовать на восток, в России, в Москву и Петербург, куда многие из нас привыкли путешествовать регулярно. Мы помним, как полны были автобусы и самолеты рейсами на Петербург и Москву, сколько людей отправлялись к родственникам, к друзьям, в театральные туры. За последние две недели я совершил подобный прорыв и посетил Петербург. Две недели было очень интенсивно встреча с друзьями, коллегами, театральная жизнь, выставки, книжные магазины. Если уж мы заговорили о книгах, то тогда, когда в апреле месяце в Латвии стало известно о результатах конкурса «Золотая яблоня», напомню, это ежегодный конкурс, который присуждает призы за лучший дизайн книги в разных категориях, в том числе и в категории «Научная книга», то интересно получилось, что в латвийских, латышских СМИ эта информация появилась довольно быстро и была довольно детальной. В русскоязычных СМИ, к сожалению, эта информация не появилась как раз в тот момент, а потом, естественно, актуальность этого конкурса результатов несколько поблекла. Поэтому сегодня мы решили все-таки восполнить этот пробел. К тому же в какой-то степени причиной подобного решения стало то, что в категории «Лучший дизайн за научную литературу, научную книгу» этот приз получил петербургский дизайнер и художник Даниил Вяткин, который сегодня в формате Zoom у нас в студии. Даниил, здравствуй. Свейс, добрый день. Что-нибудь еще? Как у вас там дела? Добрый день, у нас все вроде хорошо. Сегодня в студии я вместе с моим коллегой-звукорежиссером Евгением Копейным, который обеспечивает прямой эфир с технической стороны. И, конечно же, наши радиослушатели всегда желанные гости в студии. Поэтому призываю вас подключиться к нашей дискуссии о книге, о книжном дизайне, если это вам актуально, по телефону прямого эфира 67212939 и 67213939. Звоните также на номер WhatsApp и SMS 206191. И сегодня у меня здесь в студии, правда, вряд ли вы это рассмотрите в деталях, книга, за которую Даниил получил приз, приз «Золотая яблоня». Даниил, может быть, начнем с некоторых визуальных аспектов, несмотря на то, что мы все-таки в формате радио. Может быть, ты мог бы показать радиослушателям более крупным планом, потому что тебе это возможно технически. Во-первых, саму книгу. Сейчас попробую. Как? Все хорошо, видно. Да, пожалуй, будет видно. Я думаю, что так лучше видна главная идея, о которой ты сам расскажешь сегодня. Благодарю тебя. И, может быть, стоит тогда нашим радиослушателям показать также и тот приз, который ты получил за лучший дизайн в категории «Научная литература». О, да, с удовольствием. Я должен поблагодарить Ассоциацию офисных книжных издателей за этот приз. Это очень почетно. Мне очень приятно держать сейчас в руках вот эту вот деревянную коробочку и вставать из нее вот это вот очень весомое-весомое яблоко, которое прямо так приятно-приятно тяжелит мою руку сейчас. Спасибо большое. Это очень круто. Я помню, мы на протяжении двух недель гадали, из какого это материала, пока не произошло никакого химического анализа. Тебе так и не удалось узнать, что это. Нет, нет, нет. Я решил пока не пилить и оставить вот как есть. Что ж, хорошо. Тогда мы, может быть, оставим идеи того, что это действительно сказочное золотое яблоко. В любом случае, это достойный приз за книгу, которая, мне кажется, может в первый момент вызвать некоторое недоумение, ибо похожа она на довольно страшный, опасный предмет из прошлого. Напомним также, что книга эта посвящена революции 1789 года. Все мы, когда-то проходящие историю или проходившие мимо истории в школе, помним революцию 1789 года и, конечно же, помним некоторые кровавые события террора. В этот раз книга была посвящена революции 1889 года как медийному событию. Не буду скромничать, я один из авторов, поэтому у нас произошел такой своеобразный творческий дуэт, который зародился здесь в Риге. Плоды его сегодня будут вам представлены. Ну и заголовок книги, конечно, тоже немножко ужасающий. «Кровавая заря в Париже». Все остальное сегодня расскажет нам дизайнер и автор внешнего облика этой книги, а также автор иллюстрации к этой книге. Данил, начнем, может быть, с задумки. И, может быть, перед этим я задам тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, в Петербурге, насколько я знаю, тебе нередко приходилось работать с авторами научных изданий. И таким образом, наверняка, ты наблюдаешь за тем, каковы тенденции, визуальные тенденции научных изданий. Есть ли у тебя какие-то наблюдения, какие-то выводы? У нас в Риге это часто происходит по остаточному принципу. Есть небольшой бюджет, небольшие, особенно если это гуманитарные исследования, небольшие, бедные факультеты, бедные бюджеты и так далее. Как это происходит в Петербурге? Видишь ли ты какие-то отличия, например, университетских изданий или крупных издательств? Может быть, опиши вкратце панораму этой ситуации. Знаешь, Денис, много разных направлений, на самом деле. Во-первых, стоит отметить, что сейчас очень распространена non-fiction литература. И существует некоторое количество небольших издательств, которые занимаются именно non-fiction литературой. И, соответственно, некоторое количество книжных магазинов, которые тоже довольно большое внимание уделяют non-fiction литературе. И именно книги этих издательств, которые продаются в этих книжных магазинах, они всегда очень интересны. Они уделяют достаточно большое внимание и обложке, и внешнему оформлению, и внутреннему оформлению. То есть не только содержать данные, но и как это выглядит. Крайне редко можно встретить просто, знаешь, когда к книжному блоку прилепляют какую-нибудь просто обложку, там все по стандарту сделано, и как бы все раз-два и в продаже, что называется. Этим больше грешат издательства покрупнее. Вот они как раз любят просто приделать на стандартную верстку какого-нибудь материала, просто новую обложку. Ну, в смысле верстка идет по шаблону, разрабатывается более-менее новая обложка, и да, она уже идет включать сразу же. Кроме того, нужно отметить издания, которые делают какие-то научные организации, да, там говорить о каком-то, зачастую вы, по крайней мере, говорить о каком-то дизайне книги, ну, наверное, не стоит. То есть там совершенно шаблонное решение, наверное, тоже потому, что есть, во-первых, большие, достаточно тяжеловесные машины, да, которые сложно раскачать, не сильно что-то новое, привлечь каких-то новых людей, да, но и финансирование, конечно, тоже тут, я бы не сказал, что это такое фантастическое. Поэтому зачастую дизайн книги финансируется, да, и вообще обсуждается, да, по остаточному принципу. Хорошо, если книга вообще будет. Вот, ну и буду надеяться, что дизайн, когда-нибудь тоже даст какое-то место за ней. Хорошо, понял. Теперь попытаемся от общего перейти к частному и перейдем, собственно говоря, к истории создания этой книги. Текст был готов, я вкратце рассказал тебе о нем, потому что текст на латышском, и тем самым получалось, что я был своеобразным переводчиком и был фильтром, через который ты получал довольно фрагментарную информацию. Несмотря на это, ты решился взяться за эту книгу. Скажи, пожалуйста, привлекла ли тебя в начале тема, может быть, какие-то другие импульсы? Ну, да, конечно, конечно. Особенно было интересно то, что это первая книга о французской революции, которая вышла за невероятное количество лет. Сколько там лет? 60? По меньшей мере, если мы говорим о ситуации в Латвии. Вот. И, конечно, сделать первую книгу о французской революции за 60 лет, да, это как-то очень почетно, но и как минимум интересно. Как минимум интересно. А так как подзаголовок книги — это французская революция как медиасобытие еще, то тут еще все более интересно, да, то есть это вот эта связь с современностью какая-то, то есть не просто как историческое событие, которое от того, что-то произошло, да, мы разрабатываем большие детали, а именно как в контексте современного информационного общества, информационной культуры рассматривать события 18 века, это, как всегда, очень интересно. Ну и поэтому сразу было понятно, что совершенно невозможно делать такую книжку по каким-то стандартным абсолютно шаблонам. Нужно что-то придумывать такое, чтобы, ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы попробовать, чтобы все это перевернуло немножечко сознание покупателя, читателя. Хотя бы попытаться это сделать. Давай попробуем рассказать тогда о разных версиях, потому что финальная версия, которую ты сегодня показал нашим радиослушателям, из-за которой ты, собственно говоря, и получил «Золотое яблоко», она была последняя, но она довольно далеко отстоит от первых версий, которые сначала зародились у тебя в голове, а потом исчезли и появилась довольно лаконичная версия. Я, честно говоря, даже не помню всех версий. По-моему, их было, я не знаю, но у меня их было точно что-то пять разных. Но они как приходили, так и уходили. Я помню предпоследнюю такую довольно желтую. Я помню предпоследнюю довольно желтую, назовем ее так, по своему содержанию или по образу. Да-да-да, она мне тоже больше всего запомнилась. На самом деле, я считаю, что, возможно, она бы вот этому изданию составила бы именно по дизайну весьма-весьма серьезную конкуренцию. То есть сделать книжку в виде такого желтого бульварного издания, бульварной газетенки или бульварного журнальчика со всеми вытекающими отсюда, оформлением, плохими шрифтами, нарочито плохими шрифтами, вызывающими герсткой, такими трешовыми коллажами, каким-то полу... Возможно, можно было вставить какие-то фрагменты объявлений того времени в это, но оформить их как явление в современной прессе. Нарочито плохая бумага, нарочито такая не очень качественная печать. Но на самом деле, вот если ты пытаешься делать что-то в таком вот прям нарочито трешовом духе, ну, это большая ответственность, на самом деле, должен быть. Зачастую это ничуть не легче, чем сделать просто хорошую, качественную книгу, хорошо ее качественно сверстать качественными шрифтами и так далее. Потому что вот эта имитация треша, она зачастую требует не меньших усилий и знания, и материала, и подхода. Вот, и какой-то такой легкость и свобода. Иногда мне кажется, что сейчас бы... Сейчас мне кажется, что я бы, может, даже и не потянул бы такой вариант, не смог бы его сделать. Я напомню нашим радиослушателям... Какой-то внутренний стержень бы не позволил. Да, я напомню нашим радиослушателям, что, в принципе, источником этой идеи, идеей, скажем, оформления книги как «Желтой прессы», была мысль о том, что как раз в 18-м столетии, незадолго до Французской революции, особенно во время Французской революции, как раз расцвела культура слухов, культура медийных скандалов, культура сплетен, даже эротических или порнографических материалов, которые были направлены как критика против двора и королевской семьи, в результате как бы вылилось, по сути дела, в окончание французской монархии, в ее падение и провозглашение республики. Так что вот таким образом я хотел немножко подвести исторический каким-то образом контекст под твою историю с версией трэш. Но я думаю, что нам стоит некоторым нашим радиослушателям, может быть, небольшую сноску определить слово «трэш». Это все-таки некоторый профессиональный эстетический жаргон, который, я думаю, стоило бы некоторым нашим радиослушателям разъяснить очень коротко. Трэш, а слово «мусор» — это такой низкопробный дизайн, которого очень много, например, на улицах Петербурга. Это дешевые объявления, напечатанные быстро в ближайшие подвальные типографии. Естественно, там нет никакого представления о каких-то грамотных шрифтах, грамотных иллюстрациях. Это идет на скорую руку, быстро-быстро, максимально дешево. Но из-за обилия таких материалов они начинают составлять определенную тоже визуальную такую прослойку, достаточно, в принципе, сильную и узнаваемую. И поэтому подобный язык дешевых каких-то объявлений, дешевые печати, он, в принципе, начинает использоваться уже дизайнерами в какой-то степени. И уже на основе этого языка делается что-то более эстетичное, более уместное, какое-то более интересное. Но в основе именно вот эта вот странная дешевая тема. Это некоторая эстетическая игра с бедностью, с бедностью типографики? Или это некоторое, как будто мы кокетничаем? Это игра с определенным таким слоем, что ли. Потому что такие объявления, например, они зачастую и обращены к слоям населения, которые часто не имеют какого-то высокого дохода и так далее. И очень много именно в этом пространстве их существует. Вот именно таких вещей. Вот, поэтому эстетизация подобного трэша, да, ну это такой постмодерменский ход. Иными словами, как бы там ни было, но эта версия так и не осуществилась. Она так и осталась задумкой. В результате вместо этого... Нет, это хорошо еще. Хорошо. Вместо этого появилась другая версия, которая, собственно говоря, приз и получила. Я полагаю, что теперь тебе не то, чтобы карты в руки, а книги в руки, чтобы ты мог разъяснить нашим радио и видеослушателям, собственно говоря, свою родившуюся версию. Я не знаю, с чего начать, на самом деле. У тебя все эфирное время до конца нашей программы. Решение очень простое, на самом деле. И, но при этом, конечно же, такое решение не могло появиться без замечательного рижского пива. 15-градусного, так что большой привет рижским пивоварам. Ну, продолжение идеи о том, что книга, да, книга на такую тему, да, после такого перерыва должна что-то обязательно ломать, рушить и так далее, да, каким-то образом задевать какие-то, да, ниточки сознания, да. Понятно было, что, ну да, действительно нужно что-то сделать, такое простое очень решение, которое было бы эффективным, эффектным. И, собственно говоря, мысль очень простая, что какая первая ассоциация людей зачастую вызывает, какую первую ассоциацию у людей зачастую вызывает французскую революцию. В первую очередь, конечно же, гильотин. И нож гильотин, у него есть совершенно конкретная форма. Она всегда очень хорошо встаёт, очень ярко встаёт в памяти, да, в голове, когда вспоминаешь, как французскую революцию, как и гильотинус. Вот, и поэтому решение очень простое было, просто срезать часть, часть книги внизу, да, чтобы форма книги, да, собственно говоря, и, собственно говоря, напоминала ножки литий. Вот. Таким образом, книга, как бы, она сразу становится абсолютным, с одной стороны, да, каким-то чем-то вызывающим, да, и, с другой стороны, абсолютным аутсайдером таким, потому что её невозможно поставить на полку. Её невозможно или сложно очень вставить в ряд других книг. Она не будет стоять редко с другими какими-то, в ряду каких-то других предметов. Она всё время будет выбиваться, ломать ряд, ломать какую-то визуальную схему, ломать какую-то ритмику и даже посмотреть фотографии какие-то, которые я видел с книжных полок и так далее. Она так и норовит подставить подножку тебя где-нибудь и тебя перевернуть. И, по-моему, это очень правильное и правильное решение. То есть она должна была таким, так, ну, быть немножко хулиганистой. Я могу сказать в данном случае, опять же, как автор текста, один из авторов текста, что идея гильотины и предмета, который, по сути дела, не стоит на полке рядом со всеми остальными, а каким-то образом выбивается, выпадает или что-то ломает, в этом есть и визуальная иллюстрация сути самой революции, потому что воспринималась она, как и любая революция, та же, как революция 1917 года, как цезура, как слом, как сбой, как катастрофа, как падение воспринималась в категориях как раз всевозможных природных катаклизмов и прочее. Так что я думаю, что в данном случае то, что книга эта толком действительно и не стоит, а если стоит, то как-то кверх ногами. И довольно странно воспринимать книгу, которая похожа на нож гильотины. Я думаю, что в этом смысле дизайн был в полной гармонии с содержанием книги, а содержание пусть судят читатели, но в любом случае визуальная форма не как автору. У меня дизайн, пусть уже судят они же. Да, несомненно. Да, таким образом получается, что под воздействием некоторых химических процессов 15-градусной силы, а также длительных размышлений и того, что трэш-версию мы все-таки не взяли, появилась эта довольно аскетичная версия, однако она, как мне кажется, вовсе не так аскетична, как может показаться. Она полна целого ряда визуальных дополнительных смыслов и значений. Мог бы ты тогда посвятить нас в тайну отсутствующей спинки? Отсутствующей спинки. Ну, отсутствующая спинка на самом деле это просто хороший, актуальный, с одной стороны, хороший, актуальный модный ход. Вот, вот, его предложила типография на самом деле, и я благодарен, что они не застеснялись, не за, как-то сами предложили, да, как бы это решение. И когда типография, да, согласна на сотрудничество, да, и начинает делать какие-то, да, дополнять какие-то твои вещи, какие-то твои решения, и как бы самоучаствовать в дизайне, это всегда очень круто и очень приятно. Может быть, мы покажем тогда кровавую спинку? Я подумал, что, в принципе, да, вот эта вот обнаженная спинка, да, это тоже обнажение сути какой-то, может быть, если можно метафоры, так сказать. Может быть, мы покажем нашим радиослушателям, может быть, мы покажем нашим радиослушателям до того, как мы идем на перерыв кровавую спинку? Да, радиослушатели, вот так делать радиослушатели, вот так делать модно, и так делать круто, имейте в виду. Это красное. Если вы видите такой на полке, знайте, что это очень модная книга, и надо брать. Это красные нити, напоминающие, естественно, потоки крови жертв революции. И хорошо, что получилось там прошить книгу цветными красными нитками, потому что она как будто, опять-таки, ножки льетины вся забрызгана как будто вот этими мелкими капельками ниток, они же капельками крови, маленькими струйками. На этой кровавой ноте мы поставим пока многоточие, мы сейчас уйдем на короткий перерыв и вернемся в студию и расскажем уже о внутренностях книги, заглянем вовнутрь и расскажем о том, как она создавалась. Через несколько минут вернемся в студию. Радио Болтком Мы вернулись в студию, напоминаю еще раз, это программа Культ Просвет, и сегодня мы покинули границы Латвии, переместились на время в Санкт-Петербург, где встречаемся с книжным дизайнером и художником Данилом Вяткиным, который получил приз на конкурсе «Золотая яблоня» за лучший дизайн книги в категории «Научная литература». И сегодня мы продолжаем нашу беседу о том, как создавалась эта книга. Мы поговорили о внешнем виде, о том, что в основе своей лежит довольно минималистичная форма, полная, может быть, наших коллективных воспоминаний об ужасах французской революции, а именно нож гильотины, мы поговорили даже о кровавой несуществующей спинке, о нитях, которые напоминают кровавые потоки жертв французской революции. Теперь, полагаю, Данил, нам стоит заглянуть во внутренности к ней. Да, наверное, пора. Можно даже почитать. Решение, конечно, вот этой гильотины, да, оно, конечно, очень эффектное, но сразу возник вопрос. При такой обрезке, получается, часть книги внизу как бы не для чего. То есть какая-то часть просто, откровенно говоря, пропадает. И поэтому возник сразу вопрос, чем, собственно, и разобить. Но тут, опять-таки, спасла научность книги самой, потому что в книге было порядка, сколько, около тысячи сносок. Думаю, чуть меньше. Вы мне льстите. Сейчас я сейчас посмотрю. Я сейчас проверю. В ней... Где последняя сноска? А, нет. Да. Вот так и работает. Ну, в общем, порядка тысячи. Вот. И... Там сноски по главу. И пришла идея, да, разместить в этой части книги как раз какие-то дополнительные, дополнительные информации. То есть основной блок книги оставался, да, цельным, прямоугольным, как мы привыкли читать, удобным достаточно. Вот. А дополнительная вспомогательная информация какая-то, описательная сноски и так далее, они размещались уже в этом странном, в странном как бы обрезке. Вот. Вот. Это, конечно, привело к тому, что над сносками пришлось работать чуть ли не дольше, чем над всем остальным текстом. Вот. Потому что их пришлось размещать лесенкой в три столбца и так далее. И это, конечно, был отдельный квест, потому что, оказывается, так никто не делает и делать не хочет и так далее. Ну, и, соответственно, правильно делать не хочет, потому что кому-то, собственно говоря, кому-то нужно. Никто такие книжки с таким обрезом внизу не делает. Это происходило вручную, насколько я понимаю, да? А? Это происходило вручную, насколько я понимаю. Да, это все вручную, конечно. Это все не автоматизируется. Так что традиции наборщиков практически до сих пор живы, и всё автоматизировано, и почти всё пришлось передвигать строчечки, чуть ли не по буковке, а там вручную. Возможно, можно было написать скрипт, какой-то код, но я не додумался. Так что если кто-нибудь знает, пусть скажет мне, что есть, может быть, такое чудо-решение, чтобы сделать это быстрый, эффектный и так далее. В основе книги шрифт Дидо, который был разработан в те времена, с 1784 по 1811 год и так далее. Пример, то есть основные какие-то вещи. Но тут с выбором шрифта не было никаких проблем, потому что это время было как раз для новостильных антиков, таких тонких, с очень тонкими засечками, очень изящных. И время французской революции как раз совпало с появлением как раз вот этого стиля шрифта. И тут с выбором проблем каких-то возникло, всё было и так. И он абсолютно органично лёг на всю эту систему. Хочу задать тебе вопрос. Может быть, немножко мы могли бы на время удалиться от конкретного рассказа о книге. Скажи, пожалуйста, что такое для тебя читаемый шрифт? Вот нередко слышишь, что книга сопротивляется чтению, что тяжело, устаёшь и так далее. А есть уютные шрифты. И это, конечно же, субъективно, как и любая эстетическая категория, в период, когда, в принципе, отменены какие-то общие стандарты, и мы не знаем, что такое хорошо и что такое плохо, если мы говорим о шрифтах. Так вот, что такое для тебя читаемый шрифт? Есть ли для тебя самого какой-то набор качеств, о которых ты мог бы нам рассказать? Ну, тут вообще интересная история, потому что, в принципе, современная, та вот антика, например, которой пользовалась я здесь, почему она была читаемой раньше, и почему она перестала быть читаемой сейчас? Ну, не перестала быть, конечно, но чуть-чуть сложнее. Потому что раньше при металлическом наборе буква втискивалась немножко в бумагу, и за счет этого немножко расширялся, становился мягче гораздо. А сейчас при цифровом наборе, при цифровой печати, все самые тонкие элементы, они так и остаются самыми очень-очень тонкими и такими максимально ясными и выразительными. И получается, опять-таки, такая двойная палка двух концов, потому что, с одной стороны, вот это растискивание краски по бумаге за счет металлического набора делала букву менее чёткой, менее ясной, а с другой стороны, она подавала как раз вот эту вот мягкость, которая делала текст более таким читаемым, каким-то более уютным и так далее. Какая-то вот эта вот тонкость, какая-то вот шершавость какая-то и так далее. А в современном наборе получается, что все тонкие элементы, все качества, все плюсы букв мы видим всегда. И это же является минусом, потому что, например, вот этот шрифт, он как был колючим, то есть он изначально колючий, его придумали как колючий шрифт, его придумали как суперострый, с супертонкими элементами, суперконтрастный. Так он и продолжает быть таким же колючим. И если для заголовков, если это название глав, название книги, такой высококонтрастный шрифт, этот тонкий, он становится действительно круто, когда именно набираешь текст, получается, что вот эта вот его колкость становится также недостатком каким-то. Поэтому пришлось немножечко, чуть-чуть подхитрить, чтобы при наборе текст выглядел чуть-чуть мягче. Как дилетант задам тебе еще один вопрос о шрифте. Скажи, пожалуйста, можем ли мы выражать, скажем, по отношению к шрифту, какие-то эмоциональные категории? Например, если мы говорим о периоде революции, это всегда, скажем, интерес к тому, что происходит вокруг, это быстрые новости, которые распространяются из Версали в Париж, это постоянная смена политической ситуации и так далее, и так далее. То есть это культура сенсации. Сенсация выражается и в буквах. Есть ли, условно говоря, шрифт для сенсации? Есть ли нервный шрифт? Шрифт, который, знаешь, что называется, животрепещущий? Есть подобные категории? Можем мы об этом говорить? Или все-таки это выдумки людей, которые уже постфактум оценивают, например, воззвания, манифесты или плакатные тексты? Я считаю, что все-таки есть. И я считаю, что действительно есть у шрифта характера. Графически могут они выражаться? Графически может выражаться подобное состояние эмоций? Да, конечно, конечно. Это определенные, может быть, определенные формы элементов. Вот опять-таки какая-то, может быть, колючесть или, наоборот, мягкость и обтекаемость. Также время само по себе, да, оно влияет на то, как выглядит шрифт. Например, любимый всеми до сих пор палочный шрифт времен первых постореволюционных лет, там, 17-го года и далее, да, вот, он выражал одновременно и вот эту вот призывную, да, какую-то функцию у него была, да, она всегда была такой, он очень твердый, и какую-то твердость и ясность. А с другой стороны, это был шрифт шрифт бедных людей, потому что нарисовать шрифт из палочек было проще, чем вырисовать какие-то тоненькие, там, элементы витьеватые, которые были распространены в эпоху модерна. Поэтому, конечно, да, есть определенные. Может быть, он не всегда... Но, тем не менее, это все равно абстрактная картина шрифта. И приписать ему можно как призыв к революции, да, зачастую, так и, я не знаю, там, призыв к любви какую-то более выразить, ну, более, может быть, не такой, не обтекаемый, да, какой-то такой активный, например. Вот, поэтому, с одной стороны, конечно, всегда шрифт движение и какой-то посыл и так далее, он не всегда просто однозначен. Что больше всего доставило хлопот тебе, как автору дизайна этой книги, во время подготовки макета к печати? Да, пожалуй, вот как раз вот эта идея с... со сносками. С многоступенчатыми сносками. Многоступенчатая, да, вот эта история. Действительно, было достаточно проблематично сделать хорошо. Вот. Остальное, в принципе, делалось достаточно... Ну, я, как русскоязычный человек, даже не, в принципе, понял, что не сильно, мне тяжело верстать текст на латышском большом-то счёту, и я как-то его даже, видимо, может быть, даже чувствую в какой-то... Ну, например, языкового банкера у меня не было. Какова была твоя встреча с латышским языком? Это же всё-таки прикосновение к совсем другой системе и графической, и содержательной. Каково вот работать с неизвестным? Ну, интересно, конечно, потому что всё равно есть какие-то свои правила, и есть, опять-таки, да, автоматические, да, команды, которые ты делаешь на автомате, что-то связываешь, да, где-то как-то правильно, так или иначе расставляешь пробелы, там, или ещё что-то, ну, когда верстаешься. И в латышском, да, есть какие-то свои интересные такие штуки, там, как пишется вот, например, или вообще даты. Всегда такая странная очень... Для меня это было странным систематом. То есть я как-то не обращал на это внимания, но это стало таким камнем преткновения, потому что многие, как бы, штуки, которые я делал там раньше, да, они в данном случае не работают именно из-за такой вот исключительно латышской вот постановки пунктуации. Мне это было, конечно, очень интересно. Возвращаемся... Возвращаемся к другой твоей ипостаси в этом процессе. Ты был не только дизайнером, автором верстки, но ты был ещё и художником, ты создавал иллюстрации к каждой главе. И я думаю, что как читатель и как автор книги, в данном случае для меня это довольно редкий опыт, когда научная литература сопровождается иллюстрациями, оригинально созданными иллюстрациями для конкретной книги, причём по главам. Скажи, пожалуйста, каковы были твои принципы создания этих работ, этих иллюстраций? Ну, во-первых, я тут процитирую Кэрола и, собственно говоря, Алису, да, потому что, как говорила Алиса, книжка без картинок или хотя бы без разговоров, книжка неинтересная. И, наверное, тут... Я, кстати, так не считаю, я считаю, что книжка без картинок может быть совершенно прекрасной, замечательной, красивой, изумительной, тонкой и так далее, и может даже гораздо больше, гораздо больше даст, чем любая иллюстрация. Но тут, наверное, стоило... Ну, раз уж по такому принципу мы пошли, да, как бы вот такое вот ломание стереотипов, то надо было идти до конца, конечно же, потому что раз уж мы сделали книжку, которая не стоит нормально на полке, раз у неё всякие рваные вот эти вот сноски, раз у неё голая спинка, да, ну, надо было что-то ещё добавить такое же, чтобы она наименьше, ну, совсем уже не походила на нормальную научную книгу. Вот. И чего не бывает в нормальной научной книге? Никогда не бывает в нормальной научной книге художественных иллюстраций. Ну, вот прям примеров можно вообще, не знаю, по пальцам пересчитать. Ну, вот именно художественных иллюстраций, да, не информативных, не те, которые так или иначе иллюстрируют. Собранный материал, да, какими-то графики или там сканы, там, научные сканы, или, может быть, какие-то исторические сканы или ещё что-нибудь такое же. Да, именно художественные иллюстрации мы практически не сталкиваемся никогда. Вот. Поэтому вот я подумал, что будет классно ещё добавить к каждому, к каждой главе разворот с иллюстрациями, которые в какой-то более-менее метафорической форме будет передана, ну, не знаю, может быть, суть главы как-то так, или, наверное, скорее всего, это мои ощущения от каждой главы. Вот. И кроме того, они, по крайней мере, где-нибудь попытаться задействовать вот эту форму, форму книги, да, так, чтобы иллюстрация так или иначе играла, да, с этой формы тоже. Вот. Иногда даже получилось. У Рижан есть возможность заглянуть в эту книгу в книжных магазинах? У петербуржцев, наверное, нет, если они нас слышат. Может быть, ты мог бы раскрыть какой-нибудь, какой-нибудь из глав и представить один из рисунков, чтобы мы могли посмотреть на эстетические решения, на какую-то тональность. любимого тогда. Если, конечно, найду самое любимое. Ну вот, мне нравится всегда вот эта иллюстрация со сломанной гильотиной. Без изображения гильотины, конечно, ничего не получалось. Вот это вот, мне понравилось. Да, это, пожалуй, мой фаворит. Из первых. Это, пожалуй, мой фаворит. Я думаю, что в формате видеорадио довольно сложно понять. Это корзина, которая подставлялась с другой стороны гильотины, куда падали отрезанные головы. Ну и это знаменитый профиль бурбонов, по сути дела, напоминающий нам Людовика XIV, который создал Версаль, который рухнул в 1789 году как социально-политическая система. Да, я должен сказать, что для меня это действительно был первый опыт, когда для научной книги создавались иллюстрации. К тому же, иллюстрации столь аллегоричные и, в принципе, поддерживающие тот уровень ужаса, о котором мы говорим и в заглавии нашей книги «Кровавый заряд». Они такие ужасные? Нет, они ужасные в том смысле, что они сохраняют... Они сохраняют... Дело в том, что много лет назад, когда в 90-е годы вдруг появилось целый ряд книг Александра Дюма, которые ранее в советский период не издавались, то среди этих книг на развалах книжных, на базарах появилась тонкая брошюра, описывающая ужасы французской революции. Это были рассказы Дюма, посвященные, скажем, зарисовкам французской революции 89-го года. И среди этих рассказов, которые мне когда-то приобрели, я читал их с большим удовольствием, как знал, что потом придется писать, но если серьезно, то один из рассказов как раз говорил о том, как головы якобы в последние мгновения своей жизни вгрызались в эти корзины и прогрызали даже вот значит сплетенные ряды этих волокон. И вот это был как бы последний признак жизни аристократа, потому что по представлениям тогдашних медиков отрубленная голова еще какое-то время, какие-то мгновения могла существовать как бы отдельно, какие-то импульсы жизни еще были. Это, естественно, с точки зрения современной медицины ошибка. Так что тот уровень некоторого такого готического, скажем, тона, или некоторых таких добавлений или настроений, конечно же, существует. Но у тебя были соседи, у твоих рисунков были соседи, а именно исторические визуальные материалы. Скажи, пожалуйста, как они сосуществовали? Каковы были твои принципы решения? Рисунок твой и исторические материалы, гравюры и так далее? Тут важно было, конечно, не переборщить с иллюстрациями, и они занимают свое конкретное очень небольшое место. Они просто обозначают, что начинается следующая глава. И дальше никуда не идут, не распространяются, не лезут, не прыгают, не носятся по страницам, не добавляют шума никакого, потому что там и как-то хватит. Вот. И да, пожалуй, вот это вот то, что у них есть свое совершенно законное. То есть, с одной стороны, да, мы нарушили все правила тем, что вообще, в принципе, мы вместе безнаучной иллюстрации. С другой стороны, у них есть свое совершенно конкретное место, к которому они привязаны и к которому они покидают. Ницше когда-то говорил о веселой науке, но получается, что здесь наука получилась еще и красивая, если мы можем использовать что-то широкое эстетическое понятие. Дело в том, что есть еще один элемент, который присутствует в книге, и, видимо, от присутствия, которого ты не удержался. Это некоторая виньетка в конце последней главы. А что это за виньетка? Так, вот тена. Художник забыл о том, что он создал. Где? В последней главе страница 302. 302? А, парик? Да, он самый. Ну, парик, это, конечно, второй символ такой французской революции, которая приходит на ум, зачастую, по крайней мере. Поэтому без изображения парика, конечно, ничего тоже не особенно скрелось. Если там на первой странице мы обрезали парик, который как будто скатывался с ножа гильотины и так далее, то, конечно, закрыть надо было тоже таким же изображением парика. Тут же никогда ничего не поделаешь. Вот. Да. Скажи, пожалуйста, помимо, может быть, школьного материала и школьных визуальных, скажем, таких эффектов или материалов о гильотине, а, может быть, зал для игры в мяч, клятва и так далее, Робеспьер, есть ли еще какие-то визуальные материалы, которые, ну, может быть, стали источниками вдохновения? Ну, конечно, конечно, когда ты работаешь на книгах, я сторонник... Может быть, какие-то сериалы? О, нет. Нет. Когда работаешь над книгой, я сторонник того, чтобы все-таки материал как-то проработать, с одной стороны, да, но с другой стороны не сильно в него углубляться, чтобы оставаться все-таки понятным для людей, которые на это будут смотреть, потому что, да, с одной стороны, глубоко знать материал и оставить, например, в книге каких-то пасхалок, например, для действительно знающих людей, да, глубоко знающих материалов, это, с одной стороны, действительно круто, да, как там, например, в этой книжке между главами вместо разделителя, когда обычно используют три звёздочки, да, там небезызвестная шляпа, да, эта шапочка, вот, например, такой момент, как бы такой нюансный элемент с одной стороны, с другой стороны, если человек, который что-то знает, да, он его увидит, ему будет всё равно как-то приятно, не углубляться именно в такие специфические абсолютно метафоры, какие-то глубокую штуку, чтобы всё-таки оставаться более-менее понятным, да, если вместо заглавного элемента выбрана была бы не глиотина, да, ну что, что там можно, дерево свободы, например, да, ну, да, дерево свободно один из самых ярких символов, но, тем не менее, оно слишком широко распространено, да, дерево может означать практически всё, что угодно, вот у меня сейчас на коробочке с золотым яблоком тоже яблоко неиспорожено, да, и тут уже сложнее было бы переосмыслить, да, вот эту историю, да, какую-то там, просчитать эту метафору, возможно, и так далее. Поэтому, да, с одной стороны, довольно много материалов пришлось перелопатить и каких-то пересмотреть там и иллюстрации, и что-то перечитать. Это достаточно без, я бы не сказал, что это было какое-то систематическое изучение, вот, оно было бы больше, ну, наверное, эмоциональное какое-то, кидался, я просто кидался в разные направления, да, и постарался из каждого вытащить какую-нибудь интересную штуку. Добавлю небольшой совет, киносовет, в случае, если в Петербурге будет плохая погода или в Риге, то можно заглянуть в сериал «Алый первоцвет», сериал конца 70-х годов, британский сериал, который описывает ужасы французской революции по роману Баронессы Орчи. В любом случае, сегодня наша беседа подошла к концу, почти подошла к концу, у нас осталась буквально одна минута, давай попробуем сделать небольшой тизер к нашей следующей беседе через несколько недель, которая будет посвящена совсем другому проекту, совсем другой идее и к тому же возможно с участием еще одного гостя. Буквально в нескольких предложениях, о чем мы поговорим через несколько недель? Мы поговорим о петербургском плакате, о том, как он выглядит сегодня, кто им занимается, почему он такой и кому он вообще в 2021 году нужен. Хорошо. Вот это будет выставка средств петербургского плаката в 2021 году. Интересная тема, я надеюсь, что будут новые интересные гости. Благодарю тебя за сегодняшний рассказ о кровавой заре в Париже. Спасибо за то, что рассказал нам, как создавалась книга, об идее шрифта, о спинке и так далее, о целом ряде деталей. Благодарю также моего коллегу Евгения Копейна за обеспечение сегодняшнего эфира. Данил, всего-всего самого теплого и светлого в Петербург. Пусть погода будет более или менее стабильной. И еще раз большое спасибо за создание красивой и веселой странной книги. Спасибо тебе и до следующих встреч через несколько недель в конце июня. Уважаемый радиослушатель, большое спасибо также и вам за то, что внимательно нас слушали, так внимательно, что ни разу даже не позвонили, но надеемся на наши встречи в эфире в дальнейшем. Благодарю вас. На следующей неделе мы встретимся в пятницу с очень интересной драматургом Асей Волошиной, которая в основном работает над темами женского одиночества, женского здоровья, женского тела и того, что все мы в какой-то степени в этом мире одиноки. Мы поговорим о ее новой пьесе и о том, каким образом она создается на подмостках отеля, гостиницы. Спасибо и до следующей недели. До свидания. Радио Болтком Радио Болтком